Все для клева, это клева, реки, озера и душевный покой. На рыбалку едем мы снова, дедушка Днестр ждет нас с тобой. Приветствую вас, друзья, вы на туб-канале «Все для клева». В одном из наших рейдов по реке Днестр с Одесским рыбарханным патрулем мы проверяли количество орудий лова и нормы вылова у рыбаков-любителей. Хочу сразу отметить тот факт, что многие рыбаки-любители знают правила любительского и спортивного рыболовства и не нарушают их. Но есть и те, которые нарушают, и о них будет отдельное видео на нашем канале «Все для клевого». А в этом выпуске я хотел бы застрить ваше внимание на рыбаке-пенсионере и его крики души. Обязательно напишите комментарий, что вы об этом думаете. Уверен, что это видео никого не оставит равнодушным. Спасибо за сознательность, что количество балабайок, с учетом, конечно, если вы, дети, то проблем нет никаких. Это что-то, что Коля ловит на спине, а мы всегда на балабайке, потому что негде кинуть. Мест просто нет. Рыбаков куча. Это Коля попросили, ты не докидываешь туда, мы туда кинем. Вот мы два человека туда. Я вас помню. Хорошо, хорошего дня вам. До свидания. Горючка сколько стоит? Ну, если из города, то примерно, ну, литров 15. Ага, и сколько это стоит? За тремя карпами есть в смысле? За тремя килограмма. Ну, разве можно считать, что одно с другим? Вы же приехали за удовольствием, за рыбалку, а не за... Нет, я приехал поймать, чтобы я покушал, чтобы я с голоду не умер. Потому что у меня пенсионная, штука 800. Можно прожить на ней? Нет, нельзя. Нельзя. Вот я приехал, чтобы наловить себе в холодильник забить. Можно это сделать? Ну, можно только, если по закону, только 3 килограмма можно. Ну, где ждать денег, взять сюда приехать и назад вернуться. Ну, где-то 3 килограмма поймать. Ну, я понял. То есть вы потенциально постоянно нарушаете, я правильно понимаю? Я не просто... Я первый раз за все лето приехал, я разочарован вообще. Я в шоке. А из чего уже? Я в шоке с этих 3 килограммов. Ну, так закон такой. Какой? Для кого закон? Для людей. Для каких людей? Это не люди создали этот закон. Вот и все. Это не люди. Вы считаете, сколько должно быть рыбы? Да сколько угодно. Сколько я поймал, сколько я должен взять. Да? Да. Ну, не тону, конечно. Ну, там 10-20 килограмм. Может, я хочу сделать консервы. Я один раз приехал. Не каждый день. А раз. Я хочу за раз взять то, что мне положено. То, что я всю жизнь работал, на шарика, за 100 гривен, 100 рублей. Проработал, а теперь я ни на что не имею права. Вот где секрет в чем. Вот так вот. Я вас понял. С нас доили и доят исчез. Я вас понял. Спасибо. Спасибо за ваш комментарий. Ну, это нормально, я сказал. Ну, мягко. Мягко. Это еще мягко. Да, это мягко. Знаете, мне даже вам нечего сказать. Правильно. То, что у вас такая мизерная пенсия, это кощунство. Я работал, тяжело работал. Это кощунство вообще. Вот так вот. Но, все-таки, если говорить с точки зрения защиты природы, то в 3 килограмма. Хорошо. Если бы у вас была пенсия, допустим, 10 тысяч гривен. Я бы купил бы 2 карпа этих, или день, за день там одного купил. И не ехал бы, не позорился вот сюда. И не кормил бы комаров. Как я вот приехал, я не знаю. Я в этом лету не был. Я не знаю, вот как меня съедят, не съедят комары за эту ночь. Понятно. Да, насчет пенсии, конечно, это вопросов нет. Ну, вот, люди не знают, что жить, а их еще жмут. 1800 серьезными? Ну, 1922. Было 1800. Добавили 122. Зеленский, слышишь, да? Я надеюсь, может быть, кто-то тебе покажет это видео с таким криком души от пенсионера, одесского, который для того, чтобы прожить, ловит рыбу. Правильно? Ну, я фактически не ловил бы хотел. Ну, и сейчас уже не хочу. Никто и рыбы не пью. Ничего себе. Это если я, не дай бог, поймаю 5 килограмм, я что, попал на штраф получил? Ну, по сути, да. Ну, если он меня попал 5 килограммой, что он не разрезает? Нет, 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 нет. Если один большой, то вы можете забрать даже до 10-килограммового. В законе так написано, что если он, у вас он один большой, сколько бы он ни был, он ваш. Ну, если там, кроме него, еще лежит, то тогда то надо было выбросить. Ну, не выбросить, а выпустить, я имею в виду. Ну, понятно. Ну, нехорошо. Не, я с вами согласен. Я интересуюсь, сколько они имеют там, те, что создавали. Нет, просто если бы вам, просто если бы вам дали достойную пенсию, такого бы не было. Господин Зелинский, сделайте нормальную пенсию для народа, чтобы они не кормили комаров на речке, а могли купить тот килограмм рыбы. Да. Спокойно, за деньги. И все. И больше ничего не надо. Скажите, сколько вам достаточно было бы, чтобы прожить? Какая вы считаете достойная считается пенсия? Чтобы вот могли достойно платить коммунальные, чтобы могли прожить, прожить одеться. Ну, сколько вам нужно? Ну, если посчитать коммуналку, все. Ну, наверное, не меньше 10 тысяч надо, чтобы за все заплатить и пропитаться, и одеться. 10 тысяч гривен? Ну, хотя бы, да. Это, наверное, в данный момент минималка должна быть. Я с вами согласен. Ну, так вот, прикинуть, я не говорю, чтобы жаровать, да. Ну, хотя бы мог что-то покушать, одеться, и заплатиться. Да, коммуналка-то пожирает, наверное, и не знаю. Пожелайте что-то нашим подписчикам хорошего. Ну, что хорошего? Чтоб законы поменяли, это будет хорошо. В точке зрения чего? В точке зрения, чтоб человек мог себя прокормить, а не на выживание жить вот так вот. Чисто выживание. Ну, это выживание. Спасибо вам. Всего хорошего. Вы же понимаете. Да. А вы дошли до ручки, до крайней.